Ребята, всем привет! Я с своим товарищем Алексеем приехал для того, чтобы поохотиться на вяхиря. Кто подписан на мой телеграм-канал, тот знает, что вчера я производил разведку, ездил искать убранные поля и где кормится птица. Нашел вот такое шикарное место. Здесь стояла в недавнем времени пшеница. И на этом поле, друзья мои, птицы кормятся очень много. Солнышко уже начинает подниматься и самое время выставлять наши скорлупки. В охоте на вяхирь я использую скорлупу от фирмы NADWAY. Знаете, чем она, друзья, мне нравится? Во-первых, вот здесь у меня комплект из 18 штук. Набор получается вот такой, видите, в сложном виде. Очень компактный, очень легкий. Даже если вы куда-то не можете подъехать, его свободно можно положить в рюкзак, друзья мои. И дойти до места, где вы будете охотиться. Еще раз говорю, очень минимальный и легкий набор. 18 штук, как по мне, за глаза, друзья мои, хватает при охоте на вяхиря. У меня было дело, что я охотился всего с 9 скорлупками. И охоты мои были также успешны. Раньше времени скорлупки не расставляли. Ждали все-таки, пока немножко уйдет с поля туман, начнет подниматься солнце. Вот солнце уже поднимается. И вот только сейчас, друзья мои, буду расставляться. Если поставить скорлупки раньше, на них сядет роса. И они будут долго, знаете, бликовать. Скорлупка будет мокрая и будет, как бы, да, давать отблеск. Птица на такую скорлупу уже налетать не будет. Так что обращайте на это внимание. В каждой скорлупке сделано два отверстия. Раз и два. Если мы вставляем отверстие вот это ближе к голове, то птица получается, как бы, да, визуально смотрится такая сидячая. Если мы вставляем, опять же, нашу опорную палочку вот эту в отверстие ближе к хвосту, то птица уже получается вот в таком виде кормящаяся, да, как бы, создает визуализацию, что птица кормится. Я обычно делаю пополам. Половина обычно сидячих и половина таких кормящих. Ребят, каких-то хитростей по расстановке скорлупок я никогда не использую, но, в принципе, наверное, их и нет. Ставлю, примерно начинаю расставлять их в метрах 10 от скоротка и ставлю таким, как бы, да, обширным пятном. Дистанция между каждой скорлупки, ну, ориентировочно, скажем так, метра два друг от дружки. Посмотрите, как они визуально смотрятся очень и очень хорошо. И еще у меня спрашивали, как лучше ставить, как бы, да, выставлять вообще скорлупу. Вот с этой опорной палочкой или без, скажу вам так, когда скорлупка стоит на опорной палочке и дует даже небольшой ветерок, эта скорлупка начинает, друзья мои, вот так вот шевелиться. И знаете, когда вы смотрите скоротка на эту присаду, свою искусственную, то реально кажется, что сидит живая птица. Так что я всегда, как бы, да, скорлупки выставляю именно на этих опорных палочках. Скорлупки выставил, и у меня есть вот такое одно полнотелое, скажем, чучело. Я его, друзья мои, обычно, знаете, ставлю вот так в конце, для того, чтобы понимать, как бы, максимальную дистанцию выстрела, да, из скоротка. Это такой у меня голубь дозорный, смотрящий. Вот птица кормится, и всегда у них есть какой-то вот такой разведчик, который, скажем так, стоит на шухере. Охотиться буду сегодня со своим новым турецким ружьем, коралл-бреша-караджа, стволы 710-е, родные дульные сужения, нижний ствол-цилиндр, верхний ствол 0,25. Считаю, что на охоте на вякере при стрельбе на таких дистанциях ту же сужение ставить и ни к чему. Патроны на охоте буду использовать. Бесконтейнерная семерка «Азот Сибирь». Эти патроны у меня еще и старых моих запасов на порохе «Нобель Спорт». Так, ну, Алексей у нас охотится так же с турецким ружьем «Чезет Маллар». Да, 760-е стволы, сужение 0 и 0,25. А что за патроны, Леш? У меня сегодня рассыпуха, то, что было. Ну, семерка, семерка без контейнера. Я его слепила из того, что было. Бескрем, азот. Я понял. Да, ребята, еще небольшое объявление. Многие мои зрители мне уже писали, что у них подлагивает YouTube в последнее время. Я создал свою группу ВКонтакте «Мужская тропа» и стал также туда выкладывать свои друзья мои ролики. Отличное качество. Кому интересен, как бы, да, данная платформа, я ссылочку оставлю под видео в описании и в закрепленном комментарии. Ну, и также, конечно, подписывайтесь на мой телеграм-канал «Мужская тропа». Там много, друзья мои, чего интересного. Во-первых, у нас там очень хорошо развито общение, да. Я там постоянно на связи со своими зрителями. Ну, и также постоянно выкладываю какие-то фотографии с охот, с рыбалок и короткие видео. Ну, а я вас приглашаю на охоту на вяхиря. Пожелайте нам ни пуха, ни пера. И я думаю, что мы с Алексеем сегодня что-нибудь додобудем. Да, друзья мои. И, кстати, Алексей на этой охоте присутствует впервые. Алексей на вяхире еще до этого никогда не охотился. После охоты мы спросим у Алексея, как вообще у него впечатление о данной охоте. Понравилась она ему или нет. Скажу вам так, я эту охоту очень люблю. Эта охота очень интересная. Если вы не пробовали, обязательно, друзья мои, сходите и поохотьтесь на эту птицу. Один есть. Леша, сидим. Пеструша, иди подай птичку, давай. Дай. Все, место. Молодец. Ну что, Алексей, меня пока спорим. Один налетел. Если следующий будет одиночный налет, то стрелять уже будешь ты. Бесконтейнерная семерочка. Азот Сибирь. Работает отлично. Некоторые говорят, что вяхирь на рану птица крепкая. Стреляют его пятеркой. Но я считаю, что семерка по вяхирю самое оно и крупнее патрона не надо. С полем. А ты на месте пока. Сядь. Пока сиди. Не будем брать. Птица скорлупки совершенно не боится. Вот только что вяхирь опустился прямо в нашу присаду. Сел прямо в нашу скорлупки. И уже Алексей, когда поднялся, вяхирь поднялся на крыло, и он его добыл. А пока я разговариваю, кстати, голубь хотел присесть. Подай. Дай. Молодец. Иди на место. Ну вот, Лёш, твой первый добытый вяхирь. Крупненький. Я тебя поздравляю. Спасибо. Давай еще раз. С полем. Давай его подвесим на Тарока. Пускай птица висит на подвесе и остывает. Пока Алексей ходил пополнять бассейн Енисея, очередной налет и добытая птица. Речуху пока на подачу отправлять не буду. Пускай птица битая лежит. Так как птица начинает опять стягиваться и происходят налеты. Лёша, будь готов. Лёша, готов? Бей. Прости. Алексей, поздравляю вас и с промахом. Но, ты знаешь, я всегда говорю так. Кто не стреляет, тот не промахивается. Закрась. Поднимай, Лёша. Стоять, Ричард, блин. Рич! А ну-ка, иди сюда! Ричард, блин. Красиво, Алексей? Красиво. Это было красиво. Это было очень красиво, я бы сказал. Да, хороший выстрел. Да, он зашёл с той стороны, вот так делает петлю. Слышал, крылья начинают подшумливать, подсвистывать. И он уже начал падать. Но, когда я вставал, он меня заметил и прибавил ходу. Но, как он может, Лёша, уйти от моего нового ружья и от азота Сибирь на Нобеле спорте, да? Ну, никак он не уйдёт. Вот он, Лёша, бей! Ребят, у Алексея только что был второй промах по птице. Вот он реально расстроился. Ну, я вот сижу его и подбадриваю, говорю, Лёша, ну, вот на самом деле, ну, ничего страшного. Я всегда говорю так, кто не стреляет, тот не промахивается. Вот напишите в комментариях. Это нормально, когда охотник на охоте, да, делает промахи. Как по мне, ну, это одна из составляющей охоты. Тошлёк не переживает. Ну, видимо, я слишком много стреляю, раз я много промахиваюсь. Значит, это был не твой вяхер. Ну, вот, ребят, о чём я вам и говорил. Только что я так же промазал, но это был прям у нас такой прилюдный и совместный аксёр. По-другому я, друзья мои, это, ну, никак не назову. Ребят, решили мы закончить нашу сегодняшнюю с Алексеем охоту. Буквально прям 15 минут назад прошёл прям такой резкий и сильный, скоротечный дождь. Скорлупки все намочило. Соответственно, с такими уже скорлупками присада никакая. Ну, и, в общем-то, решили закончить. Что хочу, друзья, сказать по сегодняшней охоте? Ну, вообще, сегодня, как по мне, охота получилась очень классная. На ней были как красивые выстрелы, так и, скажем, недоразумения. Были, как бы, да, промахи. Но я ещё раз повторяю, кто не стреляет, друзья мои, тот не мажет. В любом случае, я считаю, что сегодняшняя охота была удачная. Мы добыли 5 вихерей, хотя добыть могли гораздо больше, друзья мои. Но, что имеем, то имеем. Алексею, я надеюсь, что охота данная очень понравилась. Лёш, какие вообще впечатления остались об охоте? Впечатления. Хочу ещё. Хочу ещё. Как, в принципе, и я. Вам, друзья мои, всем спасибо за просмотр. Ещё раз напоминаю, подписывайтесь на мою группу ВКонтакте, подписывайтесь на мой Телеграм. Ну, и давайте, братцы, увидимся в угодях. Продолжение следует...